Всем привет! Вы смотрите проект Fusion 365. Я дядя Паша. Это 54 выпуск, в котором мы еще раз возвращаемся к нашим фигуркам, которые сделали в 45 выпуске, когда изучали виды непрерывности линий и то, как они влияют на качество получаемой поверхности. В комментариях к 45 выпуску справедливо указали на то, что оценивать качество поверхности правильнее при помощи специальных инструментов, а не при помощи модуля рендеринга. Рендеринг я тогда использовал для большей наглядности, для того, чтобы было понятно, зачем следить за качеством поверхности. Тем не менее, специальный инструмент во Fusion есть. Он называется ZebraAnalys. И он построен на похожих принципах. То есть, ZebraAnalys показывает, как может выглядеть отражение в вашем теле, если это тело будет находиться в комнате с полосатыми стенами. Грубо говоря, так. ZebraAnalys включается из меню Inspect. Вот здесь ZebraAnalys. Это меню доступно в трех режимах. В режиме Model, в режиме Patch и в режиме Sculpting. Это как раз те три режима, когда нам необходимо оценивать качество поверхности. Для того, чтобы этот инструмент заработал, мы должны указать тело, на которое нужно навесить вот этот анализ. Дальше здесь есть ряд настроек. Можно указать сразу несколько тел, что мы сейчас и сделаем. Настройки следующие. Направление полос. Вертикальные, либо горизонтальные. Зависит от того, какие тела вы анализируете и где находятся ребра, качества которых вам необходимо изучить. В нашем случае ребро, которое требует изучения, расположено горизонтально, поэтому мы выбираем вертикальные полоски. Нужно, чтобы полоски пересекали это ребро. Если у вас нет особых ребер, которые вы изучаете, то попробуйте по смыслу. В разных случаях разные полоски могут показать разные дефекты и качество поверхности. Дальше настройка repeats отвечает за количество полосок. Соответственно, если у вас требуется изучение модели с какими-то мелкими деталями, то, возможно, вы захотите увеличить количество полос и, соответственно, их размер. В моем случае настройка по умолчанию в 9 попугаев меня полностью устраивает. Настройка lockstripes отвечает за то, чтобы вот это отражение в изучаемых поверхностях было зафиксировано и не двигалось при вращении камеры. Вот смотрите, как выглядит отражение сейчас. Вы видите, что отражение меняется в зависимости от того, каким образом я поворачиваю объекты в видовом окне. После установки галочки lockstripes отражение как бы становится текстурой или декалью, наложенной на поверхности. Мне этот способ не нравится, потому что именно при движении можно выяснить какие-то нюансы в поверхностях. Дальше две настройки, которые похожи в нескольких инструментах. Это opacity, то есть непрозрачность. Мы можем уменьшить непрозрачность. Я ни разу не уменьшал непрозрачность. Я всегда ее оставляю 100%, потому что я не вижу смысла. Либо мы занимаемся анализом, и тогда нам нужно четко видеть линии. Либо мы полностью выключаем зебру, и тогда любуемся на визуальный стиль нашей модели. Также есть настройка high quality, которая отвечает за более высокое качество прорисовки линий. Вот смотрите, за что она отвечает. Вот здесь вы видите некоторую ступенчатость, а при high quality ступеньки становятся меньше. Опять же, если у вас модель с мелкими деталями, возможно, вы захотите установить настройку high quality. Главное, что я хотел бы донести, что даже в настройках по умолчанию, если вообще ничего не настраивать, просто включить зеброанализ и указать тело, которое вы анализируете, уже даже при этих настройках вы увидите очень много нюансов, и уже этот инструмент вам поможет. Давайте проанализируем, как эти полоски выглядят в телах с разным качеством поверхности. Вот так полоски выглядят в поверхности с непрерывностью G0. Вы видите разрыв полосок, и точно такой же разрыв в отражении мы видели, когда анализировали эту поверхность в режиме рендеринга. Там был источник света, такой grid light в окружении мы ставили. И видно было, что на этом ребре происходит разрыв отражения. То же самое происходит и с полосками зебры. Так выглядит зеброанализ поверхности с непрерывностью G1. G1 – это значит есть общая касательная в точке стыковки сегментов линии. Ну, а в данном случае, так как речь идет о поверхности, то есть касательная в точках стыковки двух граней на ребре. То есть полоски не рвутся, но мы видим излом. Излом отражает изменение кривизны. Вот так выглядит G1. Вот так выглядит G2 поверхность. Видите, что на ребре нет ни разрывов полосок, ни изломов. Точно так же, как и нет изломов отражения. Таким образом, вот эти зеброполоски очень похожи на отражения. Как будто вы находитесь в комнате, стены которых выкрашены полосками. И вы смотрите, как эти полоски отражаются в поверхности, которую вы моделируете. Теперь к более практическим вещам, когда еще зеброанализ может вам помочь. Вот я смоделировал такой кубик в режиме T-сплайн. Посмотрим, как в кубик внесен дефект. Я немножко подвинул одну из точек краней. И это в принципе видно. В принципе видно и так. Вот тут небольшая вмятина. Посмотрим, как это будет выглядеть на зебре. Зебра очень явно и быстро показывает дефект. Вот он. Прямо вот вмятина. Она прям сверкает, когда вы двигаете, вращаете этот куб в видовом окне. Еще один пример, менее очевидный. Вот мы даже, я включу компонент Carl Salkin Toggle. Вот здесь шарик тоже в режиме T-сплайн сделан. И здесь тоже я внес дефект в поверхность. Как будет выглядеть зебра? Зебра выглядит вот так. Мы вращаем шар. И вот здесь. Вы видите, что изменение направления полосок зебры отражает изменение кривизны поверхности. Вот здесь у нас есть проблема. Вы видите, как она отражается в изменении полосок. Зебра-анализ можно включать и выключать. То есть, это режим визуального отображения. Точно так же, как и сечение, так же, как и карта кривизны. Это в папочке в браузере в папочке анализ есть режим зебра. Можно включить, выключить. И также этот режим можно оставлять включенным во время моделирования. Таким образом, вы в режиме реального времени будете видеть изменения поверхности. Либо можно периодически его включать-выключать и смотреть изменения. То есть, после изменения поверхности мне не обязательно опять идти в инспект, включать зебру. Этот анализ он динамический, он автоматически обновляется при изменении поверхности. и можно просто оставить его включенным и заниматься изменением поверхности или, так скажем, исправлять, если вы нашли какие-то проблемы. На этом сегодня все. Спасибо за просмотр. А, небольшая пасхалочка. Я хотел вначале это объявить, но забыл. Забыл. Надо было в самом начале об этом сказать. Переходим в режим рендеринга и установим окружение окружение плаза площадь. Так. Кто узнал дворцовую площадь Петербурга? Да, это именно она. Сам удивился, когда понял это. Ну, вот такой вот реверанс в сторону северной столицы от разработчиков Fusion 360. Если вы узнали какие-то места на других окружениях, например, вот Field или Snowfield, если вам эти места знакомы, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Также можете писать, что еще вы заметили интересного в этих окружениях фотореалистичных. Ставьте лайки, делитесь этим видео, приглашайте друзей. Спасибо за просмотр, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры